Значит, эволюция босс-мирских законов обязана Альдмиром. Я долгое время штудировал эти книги, обнаружил, что в этом зале всего лишь два стражника, поэтому пробраться в лабораторию будет несложно. Но опасность ждет меня впереди. Что ж, давайте посмотрим. На охрану каких таких трудов Колсельма нанял целую армию наемников? Спасибо. Спасибо. Неплохо. Спасибо. 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 А ну пошел воевать. Спасибо. 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 Если придется, я тебя убью. Я тебя уничтожил. Ни хераш себе. Не движется. Приказ Ярла. Я не пойду в тюрьму, ребята. Как бы вы сильно этого не хотели, я в тюрьму не пойду. Один в тюрьму не пойду. Я тебя убью. Тюрьму не пойду. Тюрьму не пойду. Решёт. Иди видишь. Если садится, ты перебиваешь. кружить рвать всех каждого а а а а а а а Чёрт! Это не пустяк! Стоит бы вылечиться! Слишком... Слишком много ярости! Стоит бы вылечиться! 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 Только орки способны впадать в него! Наша ярость придает нам сил! В боевом раше! Убить орка практически невозможно! А вот только от него разум затуманивается! Ты жив, друг мой? Мы почти на месте! Тебе надо идти! Тебе тоже! Эх, двемер двемер! Что за ужасное оружие вы придумали! Наверняка интересная книга! Но прочту я ее в следующий раз! А что у меня за кольца? Кольцо! Кольцо регенерации! Кольцо одноручное! Огоневое электричество! Сопротивление болезнями ядам! Это мне сейчас не поможет! Огоневое электричество! Я купю надписи! Ну а теперь есть! Распредоточиться и обыскать башню! С кем или с чем мы имеем дело? Неизвестно! Аэдра, что за день? Счастье! Упишись! Аэдра, что за день? Счастье! Счастье! Упишись! Безуси! Аэдра, что за день? Чёрт, не хотел я вас убивать. Придётся. Вы неплохо обмундированы, очень неплохо. Маги наняли очень неплохую охрану. Тебе здесь не рады. Чё? Тебе здесь не рады. Тебе здесь не рады. Это ты серьёзно, да? Ладно, заберу я, пожалуй, этот комплект. Тебе не пять лет. Проклятье. Тебе здесь не рады. По-прежнему? Бесишь ты меня? А что за меч там, кстати, такой? Он же вроде как двуручный. Или это расширенная кузница? Хо-хо, забавно. Переделка двуручного меча в одноручный. Мавакитзаси, конечно, получше будет. Тебе здесь не рады. Очень жаль, очень жаль, что мне здесь не рады. Ну ладно, уходим отсюда. Херовый ты напарник. Очень уж ты недружелюбен. Лучше бежать через балкон. Хотя смогу ли я здесь спуститься? Будем надеяться, что смогу. Так и было задумано. Замечательно. Что ж, теперь по основному квесту мне нужно вернуться к Интиру. Ну, давайте закончим дела наши в Маркарте. Раз уже пошла такая пьянка. Иде мой идиот напарник? Бес его знает. Ой, 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 аккуратнее. А, это где-то сверху. Ну, в любом случае. Дом Непуса. Вот и ты. Боги улыбаются тебе, друг. Конечно, что ты хочешь передать мне? Так, у тебя железный щит этот дурацкий. Боевой топор. Возьми сталь. Вот этот амулет, который мне не нужен. А из оружия у тебя что? Топор на 32. Давай я тебе дам меч. На 36. Ты будешь ходить довольным, а? Показывай дорогу. Нормально себя чувствуешь? Да, думаю, да. Готов. Прошу прощения. Что тебе здесь нужно? Я к Непусу. Нам не сообщили о твоем визите. А старику нужен отдых. Приходи в другое время. Я ему обеспечу отдых. Вечный. Впусти его. Ладно, Непус. Он сказал. Заходи. Ну и че? Я прошу извинить мою хозяйку. Она иногда проявляет излишнюю заботу. Ты послал ко мне того бандита. Да. Ты настоящая ищейка. Ну что ж. Тебе удалось вычислить меня. Вот уже 20 лет я веду эту игру. Отправляю младых и наивных на верную смерть. И все во имя изгоя. Я устал. Я так устал. Почему? Потому что так велел мой король. Мадонах. Когда норды подавили восстание, они бросили его в шахты. Я не знаю каким образом, но он выжил. Я получаю от него сообщение и беспрекословно выполняю его приказы. Значит, Мадонах должен умереть. Ты с такой готовностью все это мне рассказываешь? Мальчик мой. Почему ты думаешь, что уйдешь отсюда живым? Тебя видели при входе. Девушка, что встречала тебя у двери, агент изгоев, переодетая служанкой. Это я понял. До тебя сюда уже приходили искатели правды. И после тебя тоже будут приходить. Ну, балбес, балбес. Не стоило сюда приходить. Во-первых, ты. Старый пердон. Во-вторых, девушка. Вот и конец истории. Непусносатый. Дневник Непуса. Мне пригодится. Да и яблочко я тоже себе возьму. Ах, вы идиоты. Неужели вы думаете, я просто так охрану нанял? Эти 500 золотых гарантия того, что пока он со мной, я буду жив. Нужно осмотреть твой дом, Непус. Кинжал испуга. Мне нравится. Что еще? Деньги не пахнут. Тайны Талмора я все прочитал. Это нордский мед. Я-то думал, это зелье лечения. Нихера подобного. Это все, что ли, Непус? Ты беден? Это плохо. Куча серебряных слитков. Они мне не нужны. Хотя, если учесть то, что я буду возвращаться в гильдию. Нет, все равно не буду ничего брать. Пора уходить. Надеюсь, мой отчет понравится и тому искателю правды. Как твое имя? Зачем ты мне надоедаешь, чужак? Я ищу работу. Нет, нету. Иди приставай к клепу в таверне серебряных. И во имя Исмира. Если найдешь работу, делай то, что тебе скажут. В Маркарте и так довольно проблем. Мне нужно вернуться к работе. Деньги сами себя считать не умеют. Я тебя запомню. В чем дело, Орд? Да нет. Ни в чем. Мы ведь тебя предупреждали. А ты опять за свое. Теперь нам придется повесить все последние убийства на тебя. Свидетельские показания править. Улики подкидывать. Вы его убили. Эх, сколько же работы. Ах ты... Продажная тварь. Что вы сделали? То же самое, что и со всеми дикарями, которым не нравятся наши порядки. Тонор и Мадонах все держали на мази. Пока вы салтрисом не начали свои поиски правды. Что ж... Тебе хотелось узнать, кто стоит за убийствами? Ты с ним встретишься в шахте Сидна. Успеешь даже подружиться с королем в лохмотьях. Вы до смерти не расстанетесь. Я живьем не дамся. Значит, тут ты и умрешь. Вы поплатитесь за то, что сделали с малышом. Я на твоей стороне. Парень искал правды. А вы его убили. Ты знаешь. Элтрис. Какого черта Элтрис? Долбаные ублюдки. Шахта Сидна, значит. Блин, ни у кого нет ничего. Ладно. А я спущусь в шахту Сидна. Стой, ты под арестом по обвинению в убийстве и заговоре против Маркарта. Что? Это не я. Меня оболгали. Нечего меня дурить. Благонадежные свидетели видели тебя на месте нескольких убийств. Нам известно о нескольких случаях твоего подозрительного поведения в городе. А теперь заткнись и пошли. Ладно. Я сдаюсь. Советую запомнить, как выглядит солнце. И Сидны не сбегают. Никто. Ну, посмотрим. Вы можете отсидеть свой срок, просто лежа в кровати в камере. Вы можете попытаться сбежать. Ваши вещи можно будет найти в сундуке где-то в тюрьме. Ну что, арестант, смотреть вперед. Ты теперь в шахте Сидна и кормежку ты нам отработаешь. Тут ты не будешь на нарах задницу просиживать. Пахать надо. Будешь добывать руду, пока серебряные слитки горлом не пойдут. Ясно тебе? Прошу прощения, у меня проблемы со слухом. Не умничай тут у меня. Здесь я, главное. Будешь выпендриваться, отрежу пальцы на ногах. Да ты че? Отлично. Открывай. Смотри, деточка, чтоб я б тебе чего не отрезал. На. Ничего. Одна отмычка всего лишь. Ну ладно, давайте пообщаемся. Че ребятки? Тебя за что загребли, свежачок? За убийство. Драться любишь, а? Лучше держи это при себе, салага. Узнают остальные и решат, что ты нарываешься. Мой совет? Отбывай срок с киркой в руке и выйдешь. Зачем тебе заточка в брюхе из-за бутылки скумы? Заточка. Маленький клинок. Легко спрятать. То есть, конечно, ты можешь кому-нибудь и киркой голову проломить. Но кирки люди обычно сразу замечают. Кто-то из каторжников тебя донимает? Заведи себе заточку. Говорят, у Грисфора есть запасная. Может, выпасешь у него. Понял. Скума. Бутылки лунного сахара. Сосед, будь ты, блять, проклят. Отличный способ скоротать время. Заключенные проносят его тайком. Это наша единственная валюта. Угу. Теперь прости, мне пора. Пускай будет. Вот у тебя. Я бы решил, что меня уже не исправить. Брось. Заточка есть? Да-да. Могу достать то, что тебе нужно. Но сперва, может, ты мне поможешь. У ДОХа есть бутылка скумы. Из чистейшего лунного сахара. Я, как они, подумаю, аж руки трясутся. Я добуду ее для тебя. Спасибо, друг. Не волнуйся. Скоро получишь свою заточку. До встречи. У кого? Тебя ж не тут? У меня оставалось дочь. Нет. ДОХа. Интересно. Где тут такой? Вот ты. Говорят, у тебя есть скума. Ты еще раз на меня глянешь, я тебя порешу. Это моя скума. Ну ты че? Охуел? А мне очень нужно. Уже ломка началась? Ладно, бери. Да хранят тебя старые боги. Можете еще свидеться. Спасибо. Добрый человек. Сразу видно. Помог наркоману. Спасибо. Держи. Обещай, что мне не нужно ее бояться, ладно? Посмотрим. Смотря, как себя вести будешь. Че там? Заточка. Нихера себе легко спрятать. Ну, кинжал, короче. Я не виновен. Меня оболгали норды. Я близко не подходил к орудию преступления. Ой. Все, короче. Где Мадонах? Если ты не знаешь, значит ты здесь недавно. Не повезло, дружок. Стражники продали тебя за милую душу. Боюсь, с Мадонахом будет трудно встретиться. Сперва придется иметь дело с Баркулом зверем. А ты не захочешь связываться с Баркулом. Ты меня видел? Теперь прости, мне пора. Свежая мяп. Каково было убить своего первого, а? Да. Вообще-то было здорово. Я чувствую, как кровь начинает бурлить. Это отрадное чувство, брат мой. Прирожденный убийца, прям как я. Боги привели нас в этот мир, чтобы в их чертогах не переводились души. Ты тут приживешься. Мне нужно поговорить с Мадонахом. Ты хочешь поговорить с королем в лохмотьях? Ладно. Но заплати за доступ к телу. Я вот хочу заточку. Не то, чтобы она мне так уж нужна, но пригодится, если вдруг кого-то надо будет подточить. Смешно, блять. Мне самому заточка пригодится. Ладно, проходи. Но только что без фокусов. Мадонах умнее, чем ты думаешь. Мне не помешает вооружиться. Неплохо. Ты отбываешь наказание в шахте. Вот и копай. Пустой сундук. Значит, это ты король в лохмотьях. Мадонах. Так, так. Вы только посмотрите. Норды превратили тебя в животное. Заперли дикого зверя в клетке и оставили сходить с ума. Ну что, зверь, что ты хочешь от такого же зверя? Узнать правду об изгоях? Отомстить тем, кто хотел тебя убить? Начнем с мести. Хорошо. Давай, убей меня. Покончим с этим. Конечно, покончим. Подожди. Так, ты че? Решил магию узнуть, да? Че у меня есть там? Могу элементную ярость заюзать. Ооо! 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 Оооо! 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 Вот ты где! Поломал? Он меня поломал? Охереть! Ладно, я перепрошел этот момент, давай-ка. Ну что, зверь, что ты хочешь от такого же зверя? Узнать правду об изгоях? Ты должен ответить за многое. Разве? А как насчет тебя? Кто дал тебе право вмешиваться в мои дела? Убивать моих людей? Стоила она того твоя правда? Ты теперь там же, где и все мы, понимаешь? В рабстве. В рабстве под пятой нордов. Если ты это поймешь, тогда, быть может, я смогу помочь тебе. Проклятый болван. Если передумаешь, поговори с Брейгом. Скажи ему, что ты от меня. Я хочу показать тебе, как чудовищная несправедливость, что царит в Маркарте. Помни. Тебя бросили сюда норты. Да ты и сам норд. Последняя ошибка. Ну, побег! Что за записка, Мадонах? Ну, отвалишь ты. О, Господи, блять. Ну, давай, быстрее. Да ё-моё, ну дайте же вы прочитать уже, задрали. Я вам всем обещал, что мы вместе сбежим из шахты Сидна, и я нашёл способ. Если я умру, прежде чем удастся показать, осмотрите камеры возле моей комнаты, возьмите мой ключ. Понятно. То есть, у тебя уже есть выход, Мадонах. Без помощи мне, конечно, будет сложно уйти. Но, я думаю, справлюсь. А вы, блюдушные изгои, сидите здесь. Я думаю, мне хватит способностей, чтобы пробраться по этим руинам незамеченным. Хотя, если нет, ну на нет и суда нет. Две мирские руины. Одни из самых опасных мест в Скайриме. Да ладно, я справлюсь. Не впервые. Пробираясь по таким ужасным местам. Да лучше шуму не поднимать. Две мирские сферы. Блестяще. А Центуриона нет на пьедестале. Две миры. Горе от ума. Так ведь. Чёртовы катакомбы. Но я уже близок к своей цели. Мои осведомители в Сидни сообщают, что Мадонах мёртв. Да. Это огромная услуга для клана Серебряной Крови. Я уже позаботился о том, чтобы Ярл официально помиловал тебя и уладил парочку других дел. И хорошо. Ммм. Мой напарник. Хорошо, что ты здесь. Ты же приказал своим громилам бросить меня в шахту, верно? Как оказалось, я совершил гениальный тактический ход. Охереть можно. Смотри на меня так. Ты можешь идти на все четыре стороны. А, кстати, как насчёт небольшой награды за труды? Вот это моё фамильное кольцо. И я верну тебе все вещи, что отобрали стражники при аресте. А теперь прошу прощения. У меня на шахте работать некому. Даже убивать тебя не хочется, честно говоря. Ну ладно. Кинжал из пуга. Ну пускай валяется, ладно уж. О, улучшение брони. Кузнечное дело. Замечательно. А говорят, из Сидней ещё никто не сбегал. Ну да, ну да. Самое время убираться из города. Ах да. Напоследок. Надо бы заглянуть в одно любопытное местечко. Работать в сокровищнице не так уж и плохо. Я хорошо зарабатываю. Конечно. Зарабатывай, деточка. Зарабатывай, моя хорошая. Ох. Хотя, это был твой последний рабочий день. А это мой прощальный подарок Маркарту. Прямо как Ланнистеры, да? Но ты же не думал, что уйдешь просто так? Дурак дураком. Ах, пойдем дальше. Ах да, ты ведь свидетель моих злодеяний, дорогой друг. Прости. Ты был херовым напарником, если честно. Вот и все. Прощай, Маркарт. Последняя пробежка по улицам. Не хочу больше сюда возвращаться. Донором серебряная кровь. Считай, тебе повезло. Конечно. Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать. Лично в руки. Да? Что же? Посмотрим. У меня тут письмо и гора золота. Вроде как это тебе в наследство. Да. Да. Майли соболезны мне. Да, очень жаль. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Хочешь кусок оленины? Или баранины? Конечно хочешь. Прощайте, добрые люди. Повозчик. Само собой, Маркарт. Ну, куда едем? Рифтон. Залезай обратно и отчаливаем. Дождь этот когда-нибудь пройдет. Он всегда пройдет. Можно отчаливать. Наконец-то. Ох, шея болит. Ох, каджиты. А вы ведь скупаете краденые, верно? Бандиты не дают караванам прохода, но каджитам обычно удается их отогнать. Конечно удается. Подай, я смотри, мои товары. Дороги Скайрима таят множество опасностей. Поторгуйте со мной. Пожалуйста. Почему? Почему нет? Может ты? Многие отказываются. Погляди. Ммм, хорошо. Ух ты. Несколько великих камней душ. Две мирская броня. Зелья лечения беру сразу. Зелья исцеления болезней тоже. Отмычек у меня, благо, много. К тому же, обращаться я с ними умею. Покупать их нет особого смысла. А вот яды тут различные, конечно, у каджитов полным-полно. Ну ладно. Жезл возьми. Все стрелы. Луком я не пользуюсь. Деньги закончились. Что ж вы бедные-то такие, как церковные мыши. Честное слово. Шестнадцать золотых. Возьми вот мусор. Хотя бы.